Здравствуйте! Современные модули дымохода позволяют собрать дымоход практически любой конфигурации. Это как конструктор, но только для взрослых. В ассортименте крупнейших производителей есть модули различного диаметра, ширины, длины, различные тройники, отводы и многое другое. Форнакс работает с дымоходами производства УМК, Уральской металлообрабатывающей компании. Но даже с этим богатством в нашей практике мы часто сталкиваемся с тем, что планировки живых помещений или бань, а также место размещения отопительных приборов не всегда позволяют обойтись модулями дымоходов стандартных размеров. Почти всегда требуется доработка. И если с монотрубами еще примерно все понятно, на помощь приходит лугошлифовальная машинка, отрезной диск по металлу и термостойкий герметик, то с сэндвич трубами все гораздо сложнее. Процедура подгонки по длине не самая простая. Прежде чем резать сэндвич, необходимо понять, можно ли обойтись малой кровью и подрезать монотрубу. Если нет, то придется резать сэндвич. В каких случаях нам приходилось это делать? Самый ближайший на моей памяти это установка печи мангазеи в кирпичном эллинге. При проходе стены для удобства дальнейшего монтажа, а тогда очень не хотелось отводить вертикальный участок дымохода далеко от внешней стены, сэндвич несколько укоротили. Также может потребоваться укоротить один из сэндвичей, когда труба проходит внутри дома и место стыка двух труб попадает на потолочную разделку или на проход в кровли. По правилам монтажа такое соединение труб должно быть на виду и не должно проходить внутри перекрытия. Главное при укорачивании сэндвича сохранить раструбы на внутренней трубе и на внешней. Для этого сначала подрезаем внешнюю трубу. При этом следует учитывать, что при стыковке сэндвичей одна труба заходит в другую примерно на 5 см. Кстати, на этих кадрах можно увидеть, что из себя представляет наполнитель сэндвич труб производства УМК. Это вспучные вермикули. Экологически чистый природный материал способен не только выдерживать большие температуры, но и сохранять тепло внутри трубы. Трубу укоротили, часть утеплителя убираем и возвращаем на место пыш из минерального мата, который предотвращает высыпание утеплителя. Теперь переворачиваем сэндвич, проталкиваем внутреннюю трубу и укорачиваем ее. В принципе, ничего сложного. Подобная операция никак не отразится на характеристиках сэндвича. Важно лишь сохранить плотность набивки вермикулита и не убрать лишнего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каждом ролике, в котором мы так или иначе касаемся темы дымохода, мы обязательно делаем упор на то, что трубы сэндвич несут исключительно функцию утепления дымохода. А именно, его внутреннего контура. И ни в коем случае не являются пожаробезопасными элементами. Да, температура внешних стенок сэндвича может быть гораздо ниже температуры монотрубы, но даже в этом случае недопустимо монтировать дымоход без организации проходных разделок в межэтажных перекрытиях и при выводе через кровлю. О том, как правильно смонтировать дымоход, читайте в инструкциях к отопительному оборудованию и смотрите ролики на канале Фарнааксфилм. Правильно подобрать дымоход под каждый конкретный случай помогут специалисты магазинов Фарнаакс и на сайте farnax.ru. Там есть классный калькулятор дымохода, которым обязательно следует воспользоваться. Адреса и телефоны на сайте и в описании к этому ролику. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...